Девчонки, всем привет! Это видео, наверное, будет последним, посвященное новому году. Я хочу вам показать. Не буду делать мастер-класс, просто покажу, расскажу, как я сделала вот такую вот корону. Она у меня предназначается для верхушки елки. Мы постоянно сталкиваемся с такой проблемой, чтобы нам поместить на верхушку елки, чтобы было красиво, чтобы было как-то креативно, чтобы смотрелось это все. В общем, иногда просто какие-то нелепые делаем там банты из мишуры или там из просто какой-то ленты красивой. Ну вот я решила немножко покреативить и сделала для своей елочки сегодня буквально где-то за час, час работы у меня ушел, вот на такую вот корону. Эту корону делать в принципе не сложно. Основанием, так сказать, скелетом этой короны служит, скелетом короны служит вот такая вот столистая проволока. Я ее покупаю вот в таких вот мешочках 7 рублей. Стоит вот такой вот кусочек, здесь метр примерно. Ну, когда я ее раскручиваю, на глаз где-то, наверное, метр стоит всего 7 рублей. Я вот покупаю периодически. В магазинах она продается тканей. Она очень хорошо гнется. Покрыта она такой вот позолотой, но можно любую проволоку взять, но которая хотя бы будет держать форму, а не какая-нибудь там совсем хлипкая. понадобится в общем такая проволока. Вот такие вот пассатижи с узкими такими вот зубчиками, чтобы можно было вот этой стороной откусывать эту проволоку, этой стороной хорошо ее кончики прятать, закруглять. Ну и соответственно то, из чего то, что мы будем нанизывать на эту проволоку. Ну, конечно же, у меня мой коробный самый любимый материал это искусственный жемчуг. Я просто без него никуда. Это вообще просто моя любовь на всю жизнь. Вот, и даже бусами своими вот, пожалуйста, сегодня я пожертвовала, лишь бы только сделать такую вот верхушку красивую. Во-первых, такую вы нигде не купите, и она будет только ваша, и делать в принципе ее легко. В общем, сначала начала я вот с этого ободка делаем сначала нижний ободок. Желательно, чтобы тут были бусы покрупнее, но это я только в своем случае говорю, вы можете вообще как вам угодно делать, как вы захотите. Потом, к этому основанию мы уже просто вот эту проволоку берем, и вот между бусинок ее скручиваем, и начинаем на нее нанизывать уже жемчужинки. Значит, у меня получилось две вот таких вот самых широких крест-накрест стороны, и еще две стороны я сделала уже поуже, тоже крест-накрест. В общем, вот так вот где-то это все получается. Вот здесь вот они у меня состыковываются в середине, чтобы они туда-сюда не расхлябывались. Вот, ну и здесь уже ваши фантазии, какие где бусины. И по низу я тоже еще провела еще один ряд бусинок, мне так больше понравилось. И вот такая вот у меня была еще большая одна бусинка, это у меня там бывшие сережки, я ее решила сделать как макушечку этой короны. Очень получилось, я считаю, симпатично, незатратно, креативно, красиво, я думаю, что многим понравится и многие захотят повторить, все просят от меня хандмейдов, вот, пожалуйста, вам, хотя не мастер-класс, но я думаю, что я все легко объяснила, самое главное, это, конечно же, найти вот эту вот проволоку, но я думаю, что большого труда не составит ее найти. Так что всем спасибо за внимание, творческих вам успехов, с наступающими вас праздниками, всех люблю, всем пока!